Я человек многих талантов и с шеевым жестким. Как-то так выглядит квартира, в которой мы сейчас живем. У меня сейчас произошла просто гениальная история. Я сейчас в Белграде, мы снимаем рекламный проект для одного клиента. Всем привет, меня зовут Ира Дубина, я стилист, автор телеграм-канала Мегастиль, основательница винтажного проекта Tekken & Tekken Vintage. Также у меня есть имейл-рассылка Ирины из OnPoint и, возможно, теперь YouTube-канал. В общем, как вы могли понять, я человек многих талантов и с шеевым жестким. Если честно, я довольно долго морально подступалась к формату видеоблога, но так как в этом году я решила следовать той резолюции, что я больше не запрещаю себе проявляться и пытаюсь внедрять по максимуму тех форматов, которые будут способствовать моему раскрытию себя и построению личного бренда, то я подумала, почему бы и нет, и почему бы и не попробовать сделать первое видео. И вот пиздейс. Я думаю, что для начала будет логично немножко рассказать о себе, потому что, возможно, не все в курсе, кто я и чем занимаюсь. Собственно, в первую очередь я стилист, и в индустрию моды я пришла больше 10 лет назад в журнал «Калитьоне», но я начинала как пишущий редактор и долгое время шла именно по этому пути. И в какой-то момент я просто поняла, что мне довольно узко оставаться в рамках текстов, и, возможно, мне хочется попробовать себя в стайлинге. И, в общем, постепенно, шаг за шагом я начала это делать. После «Калитьоне» я была заместителем главного редактора «Космосшопинг», потом я была шеф-редактором сайта «Харпис Базар», и на протяжении всех этих сопутствующих лет я также параллельно стилизовала и писала статьи. И только когда я вышла на фриланс, это было в 2017, кажется, году, я окончательно ушла именно в стайлинг и начала свой полноценный путь в качестве стилиста. За это время я успела поработать в разных плоскостях стайлинга. Я делала и эдиториалы для «Харпис Базар», «Блюпринт», «Бюро», для «Онлайн Вок Италия», для «Мэттл Мэгазин», ну, в общем, для достаточно обширного списка журналов. Также я достаточно много работала на рекламных проектах больших для клиентов типа «Сбербанк», «МТС», «Спотифай», «ТикТок». Также я работала как стилист на музыкальных видео, точечно с «Селебрити». Персональный стайлинг тоже есть в моей жизни до сих пор. И один из проектов, к которым я отношусь с особым трепетом, это полнометражный фильм «Экспресс», который вышел на экраны в прошлом году. И это был, собственно, мой первый опыт работы художника по костюмам в кино. Это было просто супер, и я очень люблю эту работу. И для меня это совершенно иное, нежели съемка рекламы, эдиториалов, лукбуков, видеоклипов, чего бы то ни было еще. Это вообще отдельный мир. И я до себя поняла, например, что с этим миром я готова прикасаться только по большой любви. И если это действительно классный, стоящий проект с классным режиссером, классной командой и так далее. В общем, как стилист я работаю в целом во всех направлениях. То есть это и «Селебрити», и работа с фэшн-брендами, и персональные истории и так далее. В ноябре прошлого года мы с мужем приехали в Берлин, чтобы получить документы. С этого момента мы полгода провели в Берлине, ожидая непосредственно документов и пытаясь понять, что мы будем делать дальше. И в мае этого года мы поехали в Париж, собственно, где мы и осели сейчас. Я думаю, что в первом влоге мне бы как раз хотелось немножко показать этот парижский быт, который у нас здесь образовался. Сейчас мы живем в саблете. То есть, ну, последнее, вообще в целом с ноября все это время мы живем на саблетах. То есть мы на какой-то короткий срок, от месяца до трех, снимаем, переснимаем чужие квартиры. Это не совсем то, что вы можете найти на Airbnb, потому что на Airbnb, очевидно же, сдаются довольно высокой наценкой. Здесь вы просто в частном порядке находите через знакомых или знакомых знакомых человека, который, например, уезжает из города на какой-то срок, ему нужно пересдать квартиру, и он пересдает ее зачастую за ту же стоимость, за которую снимает, пересдает вам, и вы просто живете этот срок здесь. Ну, вот, собственно, как-то так выглядит квартира, в которой мы сейчас живем. Ку-ку. Нам ее пересдал до конца августа Ника, он тоже фотограф, как и Дима, мой муж. И, в общем, после этого мы будем искать квартиру уже на более долгий срок. Надеемся, что это получится. Вот такой приятный вид. Один из главных плюсов квартиры, в которой мы сейчас живем, это вот такой классный внутренний дворик. Там есть всякие столы, за которыми вечером можно посидеть с вином, с друзьями поужинать, утром позавтракать. Кто хочешь, тот выходи и сиди. Я тут, значит, ожидаю очередные свои посылки и решила поделиться с вами небольшими наблюдениями особенности получения посылок в Европе. В Германии все посылки доставляются на дом, курьером. И обычная почта, и курьерские доставки все доставляют априори на дом. Но посылки, естественно, доставляются в рабочее время, в будни. Но при этом никакой курьер вам не позвонит предварительно, чтобы предупредить, что сейчас он приедет и принесет посылку. То есть, если вы дома, то как бы вы дома. Если не дома, и вас не смогли застать и вручить вам посылку, то, значит, курьер пытается всучить ее кому-то из ваших соседей. И вам такой приходит квиточек, что типа, значит, вот ваша посылка такого-то, такого-то. Но, кстати, у моей друзей были, у моей подруги был случай, когда ей, собственно, так и оставили посылку у соседей, но там было слишком неразборчиво написано, и она не смогла понять, где ее собирать. Соответственно, если ее не смогли доставить, оставить у соседей, то ее относят в пункт выдачи, и там ее можете забрать. Значит, во Франции примерно, даже не 50 на 50, а, мне кажется, 30 на 70, что-то доставляется курьером. Но курьер также вам заранее не звонит и не будет согласовывать с вами время доставки. Обычно он звонит, когда уже, собственно, стоит у входа в дом. То есть даже не у вашей двери, а у входа в дом. И, естественно, на французском, не понимая английского, значит, говорит вам, что, типа, спускайтесь, я принес ваш посылку. Ты за ней спускаешься, зачастую без лифта, естественно, и забираешь посылку. Но также часть посылок доставляется в пункты выдачи. И эти пункты могут быть в магазине табака, в баре, в просто магазине, где продается всякая хрень. И туда могут приходить посылки не только, например, почтовые, потому что, насколько я понимаю, здесь нет как такого понятия отделения почты, куда ты приходишь и забираешь свою посылку. И почтовые посылки приходят, в большинстве случаев, туда, в эти пункты выдачи. Но также туда приходят, например, UPS, DHL. Это все зависит. И когда ты оформляешь заказ, ты не всегда можешь заранее, например, предугадать или выбрать какой-то вариант, как тебе ее доставить. Ты просто сидишь и ждешь. Типа привезут мне ее домой и придется ли мне объясняться с курьером по-французски, который я не знаю, не понимаю, либо мне придется искать ее в каком-то отделении. Вот такие приколы. Да, заказываю я здесь, кстати, часто и для магазина, и для собственного личного пользования. И тот факт, что мы сейчас кочуем и живем на чемоданах, меня совершенно не останавливает от покупки новых вещей. Вот. Кстати, может быть, сделаю об этом отдельный видео. У меня тут образовался небольшой анпакинг. Я, конечно, сегодня забрала посылку. Это бренд косметики Hair Bar. Я про него писала как-то в своем телеграм-канале. Случайно их увидела в Инстаграме. Просто мне выстил какая-то контекстная реклама. И у нее был такой красивый визуал, что я зашла к ним сначала в профиль, потом на сайт, начала все изучать. И оказалось, что это косметика, которая основана на грибах, экстрактах грибов и всяких других адаптогенов, то есть веществ, которые помогают бороться с внешним стрессом. Короче, все, я думала, на них смотрела периодически. И думала, брать или не брать, но у них очень красивая упаковка, на самом деле. Но еще я подумала, что им нужен какой-то ночной уход. И поэтому я решила на пробу заказать. Хотела заказать... Я их уже вскрыла, эту посылку. Вот, хотела заказать маленький фейс-оил. Ну так, на пробу, чтобы просто попробовать. Она, кстати, была... Фейс-оил был упакован вот в такую коробочку. Вот. Короче, хотела взять маленький фейс-оил и все. Но маленького не было. Пришлось взять большой, 50 мл. И чтобы была бесплатная доставка, потому что все равно там, типа, доставка стоит, не помню, 10-15 евро. Хочу, чтобы была бесплатная доставка. Я решила в довесок взять такой гуаша-грибочек. Упакован такой вот милый полотенчик. Он был, на самом деле, вот как-то вот, типа, так сделан. Короче, вот такая вот история. Вот. Ну, просто очень красиво. У меня есть уже обычный гуаша, которым я пользуюсь регулярно. Но я решила, что как бы все равно по цене так и так оно выходит. Поэтому можно взять и иметь такой вот милый аксессуар в ванной. И на самом деле, мне кажется, что из главных причин, почему я решила купить этот продукт, это упаковка. А, вот. Сосок, кстати, есть. Короче, это упаковка, потому что мне очень нравится, как выглядят банки с вот этой крышечкой сверху. И мне кажется, что очень красиво будет стоять на полке. Вот такая я жертва маркетинга иногда. У меня, наконец-то, день по краске волос. Он стучился. Я нашла краску. Всегда окрашу себе сама. Вот. Обычно, мне нужно использовать другой краской. Нашла вот тут. Посмотрим, как там будет результат, так сказать. У нас прямое включение из города Парижа. Что я здесь делаю? Я на местном аналоге Авито нашла очень классный винтажный комплект Шанель из пальто и юбки. Но продавец не захотел отправлять ее местной доставкой. Поэтому мне нужно было забирать ее самостоятельно. Для этого я ехала час на электричке. Почти доехала до Диснейленда. Очень тематически у меня аутфит получился. Но поездка была не зря. Короче, да, поездка была не зря. Поэтому я езду сейчас обратно. Я, значит, отбила в бутик Жима Муши. Хочу посмотреть на мою сумку, которая мне понравилась на сайте. И хочу посмотреть, есть она в магазине, чтобы потрогать ее почти выживу, так сказать. Для меня сейчас произошла просто гениальная история. Я пришла в бутик Живанши померить сумку, которую я хотела померить. Ее там не было. Я хотела померить ее в Дениме. Ее не было, потому что ее сразу, типа, ее пускают маленькими партиями и сразу раскупают. Но была такая же модель в черной коже. И я, значит, меряю. И ко мне сразу подходит консультант. И начинает, там, типа, а вот то, а вот все. А мы эту сумку выпустили, а мы ее перевыпустили. Типа, у нас есть вот такие сумки. Померь то, а померь это. И, короче, я, значит, меряю. Еще там и химболтаем. И он в какой-то момент спрашивает, мол, откуда ты? Я говорю, типа, ну, оригинально from Moscow. И он такой на русском говорит. Русская? Я учу русский. Я такая, почему? И он говорит, ну, я просто играю на гитаре и очень люблю Виктора Цоя. Я говорю, охренеть, мой муж очень любит Виктора Цоя. Like, the biggest fan. И он такой, да. И у меня вообще куча друзей русских. И у меня бывшая девушка тоже русская. И вот это все. И я так обожаю вашу культуру. И, как бы, следующие пять минут мы зафоллились с ним в Инстаграме. Он сказал, что, типа, все, я тебя там, значит, познакомлю со всеми. Интегрирую тебя, значит, в нашу там фэшн. Мы тут главный фэшн. Мы тут вообще, как бы, rule the streets, как говорится. Вот. В общем, расходились мы уже почти добрыми друзьями. И это, конечно, удивительно. Заводить такие случайные, неожиданные знакомства в Париже. Когда ты просто пришел в магазин померить сумку. И даже ее не купил. Так, я тут сходила в магазин. Немножечко закупилась продуктами. Решила заодно сделать небольшой ампакинг. На самом деле, чтобы просто оценить, как бы, на что я потратила 70 евро. Но я смотрю, и мне кажется, что вполне оправданные тетрады были. Тут у нас мидии, которые я сегодня буду готовить. Вот такая бодия огромная. Просто полтора килограмма за 10 евро. Это классный такой лимонад почти без сахара. Просто тупо лимонный мят. Это супер дешевые за 99 центов томаты. Обычно они стоят, мне кажется, 2-2,50, 3-3,50. Супер вкусная гранола. Топовая. Это типа аналог прошутто. Тоже очень вкусная тема. 2,50 всего стоит одна штучка. Здесь всякие такие темы. Кофе. Огромный томат. Яички. Арахисовая паста. Соленые лимоны. Супер классная тема. Значит, приготовить типа соленые лимоны. Томаты. Где он? Красный лук. Вот это вот вся тема. И... Вот он. И фета. Очень вкусно. Это типа йогурт. Слышь. Слышь, бля. Слэш. Слышь мягкий творог. Больше похоже на мягкий творог. И поэтому тут написано фромаж. Что как бы и творог, и сыр. Так, у нас всякие луки, лучки, перцы. Огромный манго за 2 евро. Такая тема, чтобы салат не надо было резать. Все готово. Тут у нас к слову. Энтрогель. Энтрогель. Энтеросгель. Короче, штука важная и нужная, где ты живешь в стране, где очень много вкусного вина. Мини-морковки для запекания. Вот такие небольшие запасы сыров. Вот это очень вкусный. Он такой твердый и оранжевый. Классная тема. Готовая, значит, кура запеченная. Когда лень готовить. Вот взяла на пробу такую, типа паэлья из Ашана. Местного Ашана. 800 грамм. Мне кажется, я такую буду захода в 3 есть. Вот такие дела, такие дела. Что ж, я и мои отросшие корни передаем вам привет со съемочной площадки. Я сейчас в Белграде. Мы снимаем рекламный проект для одного клиента. Наверное, пока нельзя говорить для какого. Пока что этот ролик не вышел. Сегодня у нас крайняя из трех съемочных смен, которая должна начаться в 5 вечера и закончиться в 8 утра завтрашнего дня. Вообще, работа на таких проектах это отдельный вид удовольствия или неудовольствия. Это довольно специфический формат, про который, мне кажется, можно записать отдельное видео. Это ненормированный рабочий график. Это смены, которые иногда могут длиться 20 с лишним часов. Это бесконечные примерки и иногда не очень адекватные запросы клиента. В общем, нюансов много. За последние пару лет в рекламе я работала достаточно активно. И мне кажется, что я немножко утомилась от этого формата, где ты преимущественно подбираешь 20 футболок разного оттенка голубого и миксуешь их со штанами разного оттенка бежевого. И мне кажется, что мне хочется уходить в сторону каких-то более творческих и модных, скажем так, съемок, даже если это коммерция, в сторону работы с частными клиентами, с артистами, с селебрити, whatever. Потому что, да, иногда это утомительно. И это утомительно даже не с точки зрения объема работы, не с точки зрения сложности задачи или продолжительности смен, а с точки зрения того, что ты зачастую не чувствуешь себя релевантной творческой единицей, а скорее как будто бы тебя воспринимают немножко как курьера вещей. Ну, конечно, бывает по-разному. Все зависит от клиента, от режиссера, от задачи. Но как будто бы я немножечко подутомилась от такого. Но посмотрят, знаете, в нынешнее время иногда выбирать не приходится. Поэтому снимаем до 8 часов. В целом, одно из немногих преимуществ ранних смен в том, что можно застать вот такие рассветы. golden hour, так сказать. Время 10 утра. Мы закончили смену в 8. И я успела зайти в отель, помыться, переодеться и позавтракать. И сейчас иду на стрижку. Перед самолетом обратно в Париж, и вы спросите, Ира, зачем ты идешь на стрижку в 10 утра, если у тебя смена была до 8? Но, во-первых, у меня очень отросла моя предыдущая стрижка. Это уже просто неприлично с таким ходить. И, во-вторых, как оказалось, здесь есть салон, который, насколько я поняла, открыли ребята из московского Mute. И я подумала, что если есть такая возможность, то лучше я сделаю стрижку у нормального мастера за адекватный прайс, нежели у не пойми кого в Паризе за не пойми сколько денег. Так, я обновилась. Сделали такую немножечко классику. Класси стрижку. Но мне нравится, мне давно такого не было. Я немножко соскучилась по таким вайбам. Продолжение следует...